МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штурмовик Су-25 и его модификации. Наш репортаж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штурмовик Су-25 продолжает славные традиции одного из лучших самолетов Великой Отечественной войны. Штурмовика Ил-2, летающего танка. Но в современных условиях успех действий такого самолета зависит от его скорости, маневренности, боевой живучести и, конечно, широкого спектра вооружения. Су-25 обладает в полной мере такими качествами. Он может взлетать даже с грунтовых аэродромов, причем длина разбега при взлете не больше 600 метров. Максимальная скорость – тысячи километров в час. А что касается вооружения, то это 30-мм пушка, ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», расположенные на 10 точках подвески. Их общий вес – 4400 килограммов. Штурмовик Су-25. Штурмовик Су-25. Отличная маневренность позволяет применять это оружие на малых высотах и при очень сложном рельефе. Хочется подчеркнуть, что в таких условиях при полетах над полем боя высочайшие требования предъявляются живучести самолета. Посмотрите, кабина пилота из титановой брони выдерживает до 50 прямых попаданий авиационных снарядов. Она очень надежно защищает пилота и приборные панели. Вы видите уникальные кадры стендовых испытаний самолета Су-25. Результаты этих испытаний на прочность, ресурс, выживаемость были подтверждены опытом боевого применения Су-25 в Афганистане, когда штурмовики порой возвращались на базу на одном двигателе с многочисленными пробоинами, прочно удерживая за собой репутацию самого надежного самолета. Анатолий Иванов вместе со своими товарищами испытывал штурмовик в условиях высокогорья, высоких температур и во время боевых действий в Афганистане. После того, как мы выполняли боевые работы, солдаты всегда с благодарностью встречали нас на аэродроме и говорили, что после вашей обработки практически нам в ущелье делать нечего. И они поэтому с любовью называли этот самолет и гребешком, и грачом, потому что вы видите, сколько подвесок на этом самолете, он напоминает и гребешок, но то, как он летал, он назывался как грач. Он клевал буквально все, куда мы целились. За эти годы Су-25 неоднократно модифицировался, и его боевые возможности, живучесть стали еще выше. Совершенствовалась конструкция планера, двигатель, вооружение и бортовое оборудование. Дальнейшее развитие самолета предусматривает установку 32 видов оружия. Все виды нового вооружения подвергаются тщательной отработке, и порою лишь летчик-испытатель в критической обстановке, когда счет идет на секунды, определяет судьбу новых систем. А это новый противотанковый ударный комплекс Су-39, созданный на базе штурмовика Су-25. Он впитал лучшие качества прародителя, и его можно образно назвать ударным щитом, так как в нем одновременно заложены возможности обороны и атаки подвижных целей. Даже в ночных условиях делается это с помощью системы шквал, которая позволяет летчику видеть и распознавать объект за многие километры до него. Телеавтомат запоминает танк, следит за ним и наводит выход на цель с точностью до 50 сантиметров, пробивая броню толщиной до метра. Золото авиации. Эти слова одинаково подходят к тем, кто создает и испытывает новую технику. Ведь в их труде престиж России. Сделали мы в свое время Су-25. Это хороший самолет. Он напоминает мне такого хорошего сибирского парня, разовощекого, крепкого, который приехал в Москву. Здоровья в нем много, а вот ума, разума не хватает. Поэтому хотелось, значит, в Су-25 вложить те мозги современного уровня, которые нужны. И была поставлена перед нами задача сделать самолет для борьбы с танками. Нужно было решить принципиальную задачу. Попасть в цель, которая движется со скоростью 60 километров на дальности порядка 80 километров. Эта проблема связана с тем, что время полета боеприпаса, значит, от 5 до 15 секунд, за это время цель уходит на расстояние до 100-150 километров. И для того, чтобы поразить мощность современный танк, нужно выпустить огромное количество боеприпасов. И мы в течение примерно, значит, вот 10 лет отрабатывали этот комплекс, сделали, провели более 2,5 тысяч испытаний и в конечном счете провели государственные испытания. Какова точность попадания? Вот что удалось достичь? Значит, впервые в мире мы поражаем, во-первых, подвижную цель с вероятностью 0,8. То есть это из 10 ракет, которые мы пускаем, 8 имеют прямое попадание. Это, я говорю, на дальности 8 километров. Это идущую со скоростью 60 километров. Это даже себе трудно представить. А лазерные ракеты, которые мы применяем по подвижной цели с точностью 1 метр. Никто в мире с такой точностью сегодня боеприпасы не применяет. Сейчас эти самолеты находятся на вооружении? Значит, в 91-м году была изготовлена первая партия этих самолетов на Тбилисском авиационном заводе, переданный нам в институт для оценки. И после оценки мы эти самолеты в количестве 6 штук отправили в Липецк, 4-й центр боевой подготовки, где они сейчас проходят нормальную эксплуатацию по, значит, отработке всех боевых режимов, которые необходимы сегодня для использования этих самолетов. Три вещи необходимы для нанесения ударов. Первое – это технические, значит, средства. Это самолет и летчик. Второе – нужен керосин. И третье – нужен боеприпас. Самым тяжелым средством является боеприпас. Если бы тачки к бомбе 500 килограмм, самолет не резиновый, много не может взять на себя. А эти вихри, их 16 штук на один вылет, то есть 16 заходов на цель, и в конечном счете мы получаем эффект, который никто раньше не мог получить. У нас сейчас очень трудная экономическая ситуация. И, конечно, наверное, вы и конструкторское бюро думают об экспортной программе. Мы думаем не только об экспортной программе. Мы думаем, что такой самолет сегодня мог бы успешно применяться сначала в Министерстве обороны Российской Федерации, ПВС. Дело в том, что один такой самолет заменяет три-четыре обычных самолетов Су-25. Вторая задача, которая стоит, конечно, перед нами – это попробовать продать его за границей. Самолет может быть эффективен только когда есть боеприпас. Нет боеприпасов, никому не нужен самолет. Это голод мира. При наименьшем количестве расходованных средств иметь высокоэффективный носитель. Таким является самолет Су-25Т, или Су-39, как его называются. Действительно, самолет Су-25 и его модификации, пожалуй, наиболее подходят для атаки авиации в сложных условиях горной местности, что вслед за Афганистаном еще раз было подтверждено во время военных действий этой осенью в Чечне. Кадры, которые вы сейчас видите, свидетельствуют о целенаправленной и эффективной работе этих боевых машин, как говорят летчики по земле, когда с наименьшими для себя потерями уничтожаются боевые объекты противника. И, конечно, нашим военно-воздушным силам нужны новые, более совершенные самолеты-штурмовики, которые значительно увеличат боевую мощь армии и не только в чеченском конфликте. Эта напряженная работа ведется и в конструкторском бюро, и на полигоне. Многие кадры, которые вы только что видели, сняты в подмосковном Фаустово, на экспериментальном полигоне, где проходят испытания все системы крылатых машин, прежде чем отправиться в полет. Полеты начинаются на земле. Эксперименты в Фаустове. Совершенствуется техника. Над ее созданием трудятся большие коллективы самолета-строителей. Ведь насыщенность современных летательных аппаратов сложными системами, электронным оборудованием и мощным вооружением требует их тщательной многократной отработки. Так что полеты всегда начинаются с земли. Здесь, в Фаустове, на специальных натурных стендах исследуется система управления самолетом, совершенствуется методика испытаний на прочность, отрабатывается система жизнеобеспечения летчиков. Работают в этом научно-исследовательском центре на земле Московии люди знающие, увлеченные, словом, настоящие экспериментаторы-профессионалы. Трудно даже перечислить все виды наземных испытаний, которыми они занимаются. Так велик их объем. А преимущества перед летными очевидны. Ведь на земле их проведение быстрее, информативнее, гораздо дешевле. Не говоря уже о том, что испытания можно вести многократно, не рискуя человеческими жизнями и судьбой машины. А это подчас позволяет заглянуть за пределы возможных. Так, испытания средств спасения летчика в критических ситуациях проходят в широком диапазоне высоты скоростей полета и идут на стенде, представляющем головную часть самолета. На ракетной дорожке осуществляется весь комплекс испытаний аварийного покидания еще до изготовления опытного образца. Это чрезвычайно важно, ведь в борьбе во имя спасения пилота счет идет на доли секунды. Каждый эксперимент строго контролируется. Принцип – от образца к системе и далее к комплексным испытаниям всех систем самолета в целом. Это позволяет проверить их работоспособность при стрельбе из пушек, при пусках ракет, посадках с большими вертикальными скоростями, при испытаниях на боевую живучесть. Как можно больше испытать на земле, чтобы меньше было неожиданностей в полете. Это девиз создателей новой авиатехники. Работа полигона в Фаусте доказывает, что наземные испытания могут успешно заменить большую часть летных, а значит сократить сроки ввода новых самолетов в строй и уменьшить риск для летчиков испытателей. Внимание! Спортивно-пилотажный Су-29КС, летчик Евгений Фролов, на малой высоте проходит над полем. Он продемонстрирует новую катапультную систему. С первого кресла буквально за две десятые секунды катапультируется манекен. Эта система, созданная генеральным конструктором Гаем Севериным, новое слово в авиации. Вот вы сейчас продемонстрировали катапультирование, но со спортивного самолета. Вообще какие перспективы в этом плане? Ведь это очень важно. Я думаю, что перспективы очень большие, потому что жизнь человека превыше всего. А эта система, она поможет спасти как можно больше жизни. Следующая взлетная полоса. Рассказ об участии конструкторских бюро, авиафирм и ВВС Российской Федерации в последнем крупнейшем авиасалоне века Дубай-2000. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!